МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Славский! Одиночество идет тебе на пользу. Цветы. Ты меня пугаешь. Нужно было чаще тебе и дарить? Да, нужно было. Было. А чем так вкусно пахнет? Да, ничего особенного. Стейки с прованскими травами. Что это ты задумал? То ничего. Так. И чем мы будем заниматься на нашем пятом ужине? Может быть, мы будем танцевать? Можно, конечно, попробовать, но вряд ли получится. Так. Сегодняшний ужин мы проведем абсолютно обнаженные. Че? Ты че, придурок? Да нет, это очень важно. Это что важно? Ты хочешь, не прощай, а не передо мной потрясти своими колокольчиками? Нет, мы должны сказать друг другу главные слова и задать самые важные вопросы. А раздеваться зачем? Нагота – яркий стимул для мозга. Голый человек может отвлечь абсолютно кого угодно от чего угодно. Ну, разумеется, голый извращенец, который прикидывается ученым, он естественно отвлечет кого угодно от чего угодно. Именно, именно, поэтому мы должны сказать друг другу самые главные слова, несмотря ни на что. Это важно. Это глупо. Я не дам тебе развод. Да нас на первом заседании суда разведут, когда я расскажу, чем мы тут занимались. Классика жанра, в первый курс. Чего? Так узнаваемо. Ты боишься. Чего? Меня. Что я вызываю у тебя еще сексуальное влечение. Ты у меня. Владимир Владимирович, раздевайся. Кто-то на меня так смотрит, что я Готов жмас. Очень эффективный способ лечения депрессии. Физические нагрузки. Ну, о чем поговорим? Какие такие важные слова мы должны друг другу сказать? Какие вопросы мы должны друг другу задать? Их много. Я много думал о нас. То есть ты пять лет не думал, а сейчас вдруг резко взял и подумал, да? Пристань. Ты такая красивая, как пять лет назад. Разглядел? Ален. Жень, если ты хочешь со мной по старой памяти заняться сексом за стейк с прованскими травмами и вот эти вот цветы, то у тебя ничего не получится. Жень, какие важные слова мы можем друг другу сказать? Например, прости. И сразу все изменится, да? А вдруг? Не будет вдруг. Мы снова оденемся, и все начнется сначала. И что, нет никакого выхода? Я думаю, нет. Доросат ты уже булки, а? Давай выпьем. Тимофеева. Здравствуйте. Здравствуйте. Света? Да. Добро пожаловать. Я так понимаю, вы к Евгению Владимировичу, да? Ага. Ой. Я так понимаю, вы к Евгению. Мне кажется, или ты пытаешься эротично дышать? Ага. Нет. Да ты пахтишь, как в дешевом эротическом фильме. Да ничего, я не пахчу. Да ты пахтишь. Я не пахчу. Фу, блин, ты пахтишь. Давай, все, все. Давай садиться. Всем привет, и с вами снова Мега Информатик. И это уже 10 выпуск на критике на моем канале. И 469-е помимо видео, а поэтому наш сегодняшний выпуск будет не совсем обычным. Итак, поехали. Да не сниму ли за что? Угу. А, вопрос. А мне обязательно с тобой разговаривать? Ну, не обязательно. Но думаю, так будет правильно. А, ну, то есть не обязательно. Ну, нет. Вообще вся система основана на общении. В разных состояниях, при разных условиях, при разных обстоятельствах. Ты кушаешь? Да, да, ты можешь е... Вообще-то машина может ехать сама. Чего? А ты баранку отпусти. Не знал, что так можно. Ты вчера родился? Сейчас все тачки такие. Да, Марч, ты из какой пещеры вылез? Идиот, вообще не в курсах. Ты летаешь, какие тебе тачки? Много ты знаешь. Это точно пчелки. А, да, на вас. Раньше я летал, да, а сейчас в этом смоге нереально, чувак. Вообще ни в какие ворота. Наши пацаны все на тачки пересели. Я вот посмотрю на тебя и понимаю, что возможность примириться у нас все дальше. Давай уже начинать. На часах 8 вечера я завожу будильник на 22.00. До этого времени нам ни при каких обстоятельствах нельзя снимать повязки. Давай уже. Даю уже. Если вас не затруднит, не будете ли вы столь любезны оказать мне услугу и послать кого-нибудь просто... Ты что, оглох? А ну-ка, быстро! Сказали, прыгать, когда выучу. Вот, я выучила. Ай, я вам, наверное, помешала. Тимофеева, вы в своем уме, а? Вы вообще ничего не понимаете? Мне же зачет нужен. Я сейчас зачетку вам дам и сразу уйду. Стой! Остановитесь! Мне как минимум надо одеться. Нет! Тогда эксперимент не будет доведен до конца. Хорошо. Хорошо. Да у нас тут Шури-Мури, ты чё толстый, влюбился? Да нету, ничего не влюбился, сижу ем. Да брось ты, Эндрю, Шопенгауэр и его любовь. Да ты посмотри на него, он точно влюбился. Любезничий, бутылочку самого дорогого шампанского, вон той красивой девушке за соседним салом. Только одной бутылки будет маловато, побольше надо, мужики. А что происходит? Что происходит? Что-то происходит. Я не могу контролировать эту фигню. Сделай что-нибудь. Да не это. Тогда мне надо поджиматься. Здравствуйте. Помните меня? Я просила оставить вас мне кассету. А, да-да, вспомнил. Извините. Любовное настроение Вонга Карвая, да? Точно. Спасибо. До свидания. Это кто? Это коллега твой? Или псих из больницы твоей? Нет. Это незнакомый мне мужчина. Я встретил его два дня назад. Он хозяин того котенка, которого ты чуть не убила. Это недоразумение. Понимаете, это ваш котенок меня чуть не убил. Да. Так, зачем он здесь? Алёна. Я хочу исправить свою жизнь. Сделай это за меня, пожалуйста. Не можешь? Ну, тогда дай попить. Реши мою проблему. Ты же знаешь, что я боюсь открывать шампанское. А я хочу открыть шампанское. Хочешь, да? Я тоже хочу. Твоя проблема, моя проблема. Это вызов, да? А с вами был Мега Информатик. Если вам понравилось видео, оставляйте ваши лайки и комментарии. Подписывайтесь на канал. Больше информации в описании под видео. Здесь есть ссылки на предыдущие выпуски Кинокритики, другие рубрики, ссылки на игры и много другой интересной и полезной информации. Спасибо за внимание. Я сейчас тогда один вечер, я ещё косметику не смывала. Я старался. А зовут меня Любаву. Вот и познакомились мы. Субтитры сделал DimaTorzok